Беседа на Вознесение Господа нашего Иисуса Христа. И в то время, когда мы совершали память Креста, мы совершали праздник вне города. И теперь, когда чтим Вознесение распятого в этом славный и светлый день, мы празднуем опять вне города. Мы делаем это, желая не город унизить, но стараясь почтить мучеников, дабы эти святые не стали укорять нас и говорить. Мы не удостоились видеть ни одного дня владыки нашего празднуемым в наших обителях, дабы эти святые не стали укорять нас и говорить. Вот мы пролили за него кровь свою и сподобились положить за него головы свои. Они сподобились видеть день праздника его совершаемым в наших жилищах. Для этого мы, оставив город, прибегли к ногам этих святых по случаю настоящего дня, оправдываясь пред ними и за прошедшее время. Если и прежде надлежало прибегать к этим мужественным подвижникам благочестия, когда они лежали под спудом, то тем более нужно делать то же теперь, когда эти жемчужины лежат особо, когда овцы отделены от волков, когда живые отлучены от мертвых. Для них самих и прежде не было никакого вреда от того, что они находились в общем теоретиками в месте погребения, так как чьи души на небесах, тех тела не терпели вреда от такого соседства, чья душа в руке Божией, того останки ничего не терпят от местоположения. Для них самих не было никакого вреда и прежде, но народу нас терпел немалый вред от местности, прибегая к останкам мучеников и совершая молитвы с колебанием и сомнением, потому что не знал, где гробницы святых и где лежат истинные сокровища. Здесь происходило то же, что было бы со стадами овец, которые, стремясь напиться чистых потоков, пришли бы к чистым источникам, но почувствовав вблизи смрад и зловоние, отступили бы назад. Так бывало и с нашей пастой. Народ приходил к чистым источникам мучеников, но, чувствуя еретическое зловоние, распространявшееся вблизи, отступал назад. Ведь это мудрый наш пастырь и общий учитель, устрояющий все к назиданию церкви, пламенный любитель и ревнитель мучеников, и писал Псалавиан, не мог долей сносить такого зла. Что же он сделал? Посмотрите на мудрость его. Мутные смрадные потоки он засыпал и отвел вниз. А чистые источники мучеников поставил в чистом месте. И заметьте, какое оказал он человеколюбие к мертвым, какую честь мученикам, какое попечение народе. К мертвым он оказал человеколюбие, не звенув костей их, но оставив их на прежнем месте. Мученикам воздал честь, освободив их от худого соседства. О народе явил побечение, не попустив ему более совершать молитвы с сомнением. Посему мы и привели вас сюда, чтобы собрание было торжественнее, зрелище блистательнее, когда собрались не только люди, но и мученики, не только мученики, но и ангелы. Подлинно здесь и ангелы присутствуют. Сегодня составилось собрание ангелов и мучеников. Если ты хочешь видеть и ангелов, и мучеников, то открой очи веры и увидишь это зрелище. Ведь если весь воздух наполнен ангелами, то тем более церковь. Если церковь, то тем более в настоящий день, когда возносится владыка их. А что весь воздух наполнен ангелами, послушай, как говорит апостол, увещевая, жен иметь покрывало на голове, должна жена иметь на голове власть для ангелов. Так же Яков, ангел, который избавлял меня от юности моей. И выше в доме вместе с апостолами говорили роде, ангел это его. Еще Яков, я видел, говорит, полка ангелов. А почему он видел полк и воинство ангелов на земле? Как царь повелевает войскам находиться в каждом городе, дабы неприятель не сделал нападение, и не вторгся в город. Так точно и Бог. По елюку в этом воздухе находятся свирепые и жестокие бесы, всегда воздвигающие войны. И враги мира противопоставил им воинство ангелов, чтобы они одним появлением своим укращали бесов, а нам всегда доставляли мир. А чтобы тебе знать, что есть ангелы мира, послушай, как диаконы всегда произносят в молитвах, ангела мирно просим. Видишь ли, что здесь присутствуют и ангелы, и мученики. Посему кто жалче тех, которые сегодня отсутствуют? Кто блаженнее нас, которые пришли, и наслаждаемся этим торжеством? Впрочем, речь об ангелах мы оставим до другого времени. А теперь поведем речь по поводу настоящего праздника. 486. Какой же ныне праздник? Важный и великий возлюбленный, превосходящий человеческий ум и достойный щедрости устроившего его Бога. Ныне примирение у Бога с родом человеческим, ныне долговременная вражда прекратилась, и продолжительная война окончилась. Ныне наступил некоторый дивный мир, никогда не ожидавшийся прежде. И кто мог надеяться, что Бог намерен был помириться с человеком? Это не потому, чтобы владыка был не человеколюбив, но потому, что слуга не родив. Не потому, чтобы Господь был жесток, но потому, что раб неблагодарен. Хочешь ли знать, как мы оскорбили сего человеколюбивого, кроткого нашего владыку? Надлежит знать причину прежней нашей вражды, чтобы ты, увидев нас, врагов и неприятелей, удостойными чести, поделился с человеколюбию почтившего, чтобы ты не думал, будто перемена произошла от собственных наших заслуг, чтобы ты, познав чрезмерность благодати его, не переставал постоянно благодарить его за величие даров. Итак, хочешь ли знать, как мы оскорбили нашего владыку, человеколюбивого, кроткого, благого, устрояющего все для нашего спасения? Он имел в мыслях некогда совершенно истребить род наш и так разгневался на нас, что определил погубить нас женами и детьми, зверями и скотами со всей землею. Если желаешь, я тебе дам высушить самое определение. Истреблю, говорит он, от человека, которого сотворил на лице земли, до скота, потому что раскаивает, что сотворил человека в бытие 6.6. А дабы ты знал, что он не возненавидел естество наше, но отвращался пороков, он сказал, истреблю человека, которого сотворил с лица земли. А человеку говорит, пришло время, конец всякой плоти пред лицом моим. Если бы он ненавидел человека, то не стал бы беседовать с человеком. А теперь видишь, как он не только не желал совершить то, что угрожал совершить, но еще оправдывался. Господь пред рабом. Беседовал с ним, как с равным себе другом и объявлял причины предстоявшей гибели не для того, чтобы человек знал эти причины, но чтобы, сказав о том другим, сделал их более благоразумными. Итак, род наш, как я сказал, так худо вел себя прежде, что находился в опасности быть истребленным с самой земли. А ныне мы, казавшиеся недостойными земли, вознесены на небеса. Мы, недостойные земного владычества, возвысились до горнего царства, взошли выше небес, заняли царский престол. И то же самое естество, от которого хирургимы охраняли рай, ныне восхидит выше хирургимов. Как же совершилось это дивное и великое дело? Как мы, оскорбившие Бога, казавшиеся недостойными земли и потерявшие земное владычество, вознеслись на такую высоту? Как окончена война? Как прекратился гнев? Как? Удивительно то, что мир произошел таким образом, что не люди, не справедливо враждовавшие против Бога, просили о мире, но сам Бог, справедливо гневавшийся, увещевал нас. От имени Христова, молим, говорит апостол, примиритесь с Богом. Что это? Он оскорблен и сам увещевает. Второе, корейшнам 5,20. Да, Он Бог и потому увещевает, как человека любивый отец. И смотри, что происходит. Посредником делается сын увещевающего, а не человек. Ни ангел, ни архангел и никто из рабов. Что же делает посредник? То, что свойственно посреднику. Как там, где какие-либо два человека отвращаются друг от друга и не хотят примириться, кто-нибудь третий пришедший и предложив себя в посредники, между ними прекращает взаимную их вражду, так сделал и Христос. Бог гневался на нас. Мы отвращались от Бога, человека любивого владыки. Христос же предложив себя в посредники, примирил то и другое естество. Как же Он предложил себя в посредники? Он принял на себя наказание, которое мы должны были понести от Отца, и претерпел следовавшее затем мучение и здешнее поношение. Хочешь ли знать, как Он принял на себя то и другое? Христос искупил нас от клятвы законы, сделавшись за нас клятвой, говорит апостол. Галатам 3.13 Видишь ли, как Он принял наказание, угрожавшее свыше? Посмотри, как претерпел Он и поношение, причиняемое на земле. Поношение поносящих Тебя, говорит, говорит, самопевис, пари на меня. Видишь ли, как Он прекратил вражду, как Он не переставал делать и терпеть все и употреблять все меры, пока не привел неприятелей врага к самому Богу и не сделал его другом. И основание этих благ настоящий день, когда Христос, как бы взяв начаток естества нашего, вознес его владыки. Как бывает с подоносными полями, когда кто-нибудь взяв немного колосьев, сделав малый снов и принес его Богу этой малой частью, не зводит благословение на всю Ниву. Так поступил и Христос одной плотью своей, как начатком. Он не звел благословение на весь род наш. Но почему Он вознес не все естество наше? Потому что не будет начаток, когда кто принесет все, но тогда будет Он, когда кто принес мало и через это мало и уготовит благословение на все. Но с каждой начаткой следовало бы принести первозданного человека, так как начатком называется то, что первым происходит, первым произрастает. Нет, возлюбленный, это не будет начатком, когда мы принесем первый плод незрелый и тощий, но когда принесем плод совершенный, посему так как тот плод был подвластен греху, то он и не был принесен, хотя был и первый, а этот плод свободен от греха, и потому он принесен, хотя явился после это и есть начаток. 488. Дабы тебе убедиться, что начаток есть не первый произрастающий плод, но плод совершенный, прекрасный и достигший надлежащей зрелости, я приведу тебе свидетельство из Писания. Левит, 19 глава, 23. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовитое дерево, то плоды его почитайте за необрезанное. Три года можно почитать их за необрезанное, не должно есть их, а в четвертый год все плоды его должны быть посвящены для празднест Господних. Если бы начатком было первое произрастающее, то надлежало бы приносить Господу плод произращающий в первый год, но здесь говорится, плод три года нечист будет для тебя, оставь его, потому что дерево слабо, плод его тощ и незрел, а в четвертое пледо будет свят Господу. И посмотри на мудрость законодателя, он не позволил и вкушать этого плода, дабы человек не принимал его прежде Бога, не позволил и приносить его, дабы не был приносим Господу плод незрелый. Оставь это, говорит он, потому что это первые плоды, и не приноси их, потому что они недостойны чести принимающего. видишь ли, что начаток есть не первое произрастающее, но совершенное. Это сказано нами о плоти, которую принес Христос. И так он принес отцу начаток нашего естества. А отец оказал такое почтение к этому дару, как по достоинству принесшего, так и по чистоте принесенного, что принял его собственными руками, поместил дар подле себя и сказал «Сиди, одеснуй меня». Какому естеству Бог сказал «Сиди, одеснуй меня»? К тому, которое высушило «В прах ты и в прах возвратишься». Недовольно ли было для него возвыситься над небесами? Недовольно ли было стать вместе с ангелами? Не была ли неизреченна и эта честь? Но оно превзошло ангелов, прошло мимо архангелов, превзошло херувимов, вознеслось выше серафимов, миновало начальство и остановилось не прежде, как достигший престола владыки. Видишь ли это пространство от неба до земли? Или лучше начнем снизу. Видишь ли, какое расстояние от ада до земли? Так же от земли до неба. Потом от неба до неба горнего, а от этого до ангелов, до архангелов, до вышних сил, до самого престола царского. Выше всего этого расстояния, этой высоты, он вознес наше естество. Смотри, как низко человек находился и как высоко вознесен. Невозможно было ни сойти ниже того, куда ни шел человек, ни вознестись выше того, куда вознес его Христос. Это выражая, Павел говорил, сошедший, он же есть и вошедший. Куда он не сходил? Вдоль не страны земли, а вошел превыше всех небес. Заметь, кто вошел, или какое естество, или в каком состоянии оно было прежде. Я с охотой останавливаюсь на ничтожестве нашего рода, чтобы познать чрезвычайную честь, здорованную нам человеколюбием владыки. Мы были землей и прахом, но это еще не Нива, потому что это немощь природы. Мы делались несмысленнее бессловесных животных, потому что человек приложился скотам несмысленным и уподобился им. А уподобиться бессмысленным значит сделать хуже бессмысленных, потому что быть бессмысленным по природе и оставаться в бессмыслии это дело естественное, а не спать в безумие тем, которые почтены разумом. Это вина воли. посему когда ты слышишь уподобились скотам несмысленным, то не думай, что псалмопевис сказал это, желая представить людей равными бессмысленным животным. Он сказал это, желая показать, что они и хуже животных. Подлинно мы были хуже и бесчувственных и бессловесных, не потому только, что не спали так, будучи людьми, но и потому, что дошли до еще большего неразумия. Выражает Исаия, говорит, вол знает владетеля своего и осел ясный господина своего, а Израиль не знает меня. Впрочем, не будем стыдиться прежнего. Когда умножился грех, умножилась благодать. Видишь, как мы были бессмысленнее скотов, хочешь ли видеть, как мы были бессмысленнее и птиц. Иеремия 8 глава 7 стих. Пророк говорит, Иоис под небом знает свои определенные времена и горлица и ласточка и журавль наблюдает время, когда им прилететь, а народ мой не знает определения господня. Вот мы бессмысленнее и ослов и волов и птиц и горлицы и ласточки. Хочешь ли узнать другое бессмысленнее наше? Премудрый делает нас учениками муравьев. Так мы потеряли естественный смысл. Иди, говорит он, ленивец, к муравью и посмотри на действия его и будь мудрым. Мы, сотворенные по образу Божию, притча 6.6, сделали учениками муравьев, но виной этого не творец, а мы, не сохранившие образы его, что я говорю о муравьях? Мы были бесчувственные камней. Хочешь ли я приведу свидетельство и на это? Слушайте горы суд господний, и вы твердые основы земли, ибо у господа суд народом его, Михея 6.2. Ты судишься с людьми, а призываешь основания земли. Да, говорит он, потому что люди бесчувственные основания земли. Какой же еще станешь ты требовать крайности порока, когда мы бесчувственные ослов, бессмысленные волов, неразумные ласточки и горлицы, глупее муравьев, бесчувственные камней, и даже оказываемся равными змеям. Яд у них, как яд у змеи, сказано. Солом 57.5. Ятаспидов под устами их. Не нужно ли говорить о бесчувственности бессловесных, когда мы оказываемся, оказывается, именуемся чадами самого дьявола. Вы, имеете отца вашего дьявола. Иоанна 8.44. Дети отца вашего. 4.90. И однако мы бесчувственные, неразумные, бессмысленные, бывшие бесчувственные камней, ниже всех бесчестные и презреннейшие, как мне сказать, как выразиться, как произнести это слово? Презренное естество, безумнейшее всех, ныне стало выше всех. Ныне ангелы получили то, чего давно желали, ныне архангелы узрели то, чего давно жаждали, узрели наше естество блестающим на престоле царском, сияющим славой и красотой бессмертной. Да, этого давно желали ангелы, этого давно жаждали архангелы, хотя наша честь и превзошла их честь, однако они радуются нашим благам, равно и тогда, когда мы несли наказание, они скорбели. Херувимы, хотя и охраняли рай, тем не менее скорбели. И как слуга, взяв сослужителя своего под стражу по приказанию господина, хотя истережет сослужителя своего, однако и сострадание к этому сослужителю скорбит о случившемся с ним. Так и Херувимы, хотя и приняли рай для хранения, однако скорбели на этой страже. А чтобы тебе убедиться, что они действительно скорбели, я объясню тебе это примером людей. Когда ты видишь, что люди сострадают своим сослужителям, то после того уже не сомневайся о Херувимах, потому что эти силы гораздо любвеобильнее людей. А кто из праведников не скорбел о людях, которые были наказываемы справедливы и после бесчисленных грехов? Удивительно, что они скорбели, зная грехи людей, и видя, что они оскорбили владыку. Так Моисей после едослужения евреев говорил, прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которой ты вписал меня. Исход 32-32 Что это? Ты видишь нечестие и скорбишь и наказуемых? Потому я и скорблю, говорит он, что они наказываются и подали причины к справедливому наказанию. А Иезекииль, увидев ангела, поражающего народ, с великим воплем и стенаниями возгласил, О, Господи, неужели ты погубишь остатки Израиля? Иезекииля 9-8 Иеремия, наказывай меня, но по правде не во гневе, чтобы не умолить меня. 10-24 Если же Моисея, Иезекииль и Иеремия скорбели, то уже ли силы небес нисколько не состраждут нам в наших бедствиях? Может ли это быть? Что они наши считают за свое? Вспомни, какую радость изъявили они, когда увидели, что Владыка примирился с нами. Если бы они не скорбели прежде, то не возрадовались бы после. А что они радовались, видны из слов Христовых? Так будет радостно небесах и об одном грешнике кающемся. Если же ангел, видя одного обращающегося грешника, радуется, то как им не испытывать величайшего удовольствия, видя ныне все естество в начатке его вознесенной на небо? Выслушай еще, как радуются вышние сонмы о нашем примирении с Богом. Когда Господь наш родился по плоти, то они, увидев, что Он примирился с людьми, а если бы Он не примирился, то и не снизошел бы настолько, увидев это, они составили хор на земле и восклицали, говоря, слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Дабы тебе убедиться, что они потому проставляют Бога, что земля получила благо, они присовокупили причину, на земле мир, говорят они, в человеках благоволение, враждебных неблагодарных. Видишь, как они прославляют Бога за чужие блага или лучше за свои, потому что наши блага они считают своими. Хочешь ли знать, что и ожидая увидеть Его возносящимся, они радовались и восхищались, послушай Христа, который говорит, что они восходили и не сходили непрестанно, а это свойственно желающим видеть дивное зрелище. Откуда же известно, что они восходили и не сходили? Послушай самого Христа, который говорит, отныне увидите небо отверстым и ангелов Божиих восходящих и нисходящих над тыном человеческим. Таково свойство любящих, они даже не ожидают времени, но предупреждают срок своей радости. Посему они не сходят, стремясь увидеть необычайное и дивное то зрелище человека, явившегося на небе. Посему всегда являлись ангелы, когда он родился, когда воскрес и ныне, когда возносился. И вот, сказано, предстали два мужа в белых одеждах, самым видом своим обнаруживая радость. И сказали к ученикам, мужи галилеевские, что вы стоите и смотрите? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, при таким же образом, каким вы видели его восходящим на небо. 492 Здесь слушайте меня со вниманием. Для чего ангелы говорят это? Разве ученики не имели глаз? Разве они не видели события? Не сказал ли евангелист, что увидите, как он берется? Видели? Почему же предстали ангелы, научая их, что Христос вознесся на небо? По двум причинам. Во-первых, потому, что разлука со Христом всегда печалила учеников. А что она печалила их? Послушай, что он говорит им. И никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от этих слов скорби исполнились сердца ваши. Иоанн 16, 5. Если мы не можем равнодушно переносить разлуку с друзьями и родственниками нашими, то ученики и спасителя наставника, попечителя, красивого, кроткого, благого, разлучающимся с ними, могли ли не печалиться, могли ли не скорбеть. Посему и пристал ангел, утешая их в скорби об отшествии Господа вестью о втором его пришествии. Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приедет таким же образом. Вы впали в скорбь, говорит он, что Христос вознесся. Не скорбите. Он опять придет. Дабы вы не сделали того же, что сделал Елисей, который увидел учитель своего взятым, но не разодрал одежду свою, так как никто не предстал ему и не говорил, что Илья придет опять. Дабы они не сделали того же, для этого предстали ангелы, утешая их в печали. Вот одна причина явления ангелов. Не менее важна и другая причина, по которой ангел и присовокупил вознесшийся. Такая же это причина. Христос вознесся на небо. Велико расстояние между небом и землей, и сила зрения не могла следить за телом, возносившимся до небес. Но как птица, летящая в высоту, чем более возвышается, тем более скрывается от нашего взора. Так точно и тело Христова. Чем более восходило в высоту, тем более скрывалось, так как глаза по слабости своей не могли следить за ним на столь великом расстоянии. Посему предстали ангелы, возвещая восшествие его на небо. Дабы ученики не подумали, что Христос вошел как на небо, подобно Илье, но что он вознесся на самое небо. Потому и сказано вознесшийся от вас на небо. Это прибавлено не напрасно. Илья взят был как на небо, потому что он был раб. Иисус же вознесся на небо, потому что он владыка. Тот на колеснице огненной, а этот на облаке. Когда нужно было призвать раба, пост на колеснице. А когда сына, то престол царский. И не просто престол царский, но отеческий. Об отце говорит Исаия, все Господь сидит на облаке легком. Посему так как отец сидит на облаке, то и сына он послал облако. Илья при восхождении спустил милость на Елисея, а Иисус вошедший не послал дары на учеников, делающих ни одного пророка, но множество Елисеев, или лучше сказать гораздо больших и славнейших его. Восстанем же возлюбленные и устремим взоры наши ко второму пришествию Христову. Павел говорит, сам Господь при возвещении пригласия Архангела сойдет с неба, и мы живущие оставшиеся не предупредим умерших и будем так всегда в встретении с Господом на облаках, но не все. А что мы не все будем восхищены, но одни останутся, другие будут восхищены, об этом послушай, как говорит Христос. Тогда будет двое мелющие в жерновах, один берется, другой оставляется. Двое будет на постели, один берется, другой оставляется. Что значит эта притча? Что значит эта сокровенная тайна? Жернов означает всех живущих в бедности и скорбях, и одры успокоения означает всех наслаждающихся богатством и почестями. Господь желает показать, что из бедных спасается и погибает. Сказал, что из мелищих жерновами одна берется, а другая оставляется. Из лежащих на одре один берется, а другой оставляется. Он выражает то, что грешники оставляются здесь и ожидают наказания, а праведники подъемлются на облака. Как при вшествии царя в город, облеченные санами власти и имеющие великие дерзновения перед царем выходят из города навстречу к нему, а преступники и осужденные остаются под стражей внутри города, ожидая царского приговора, так и во время пришествия Господа, имеющие дерзновения пред ним, встретят его на воздухе, а виновные и сознающие за собой множество грехов будут здесь ожидать судью. Тогда и мы восхищены будем, сказав мы, я не включаю себя самого в число восхищаемых, я не столь бесчувствен и неразумен, чтобы не сознавать собственных грехов. Если бы я не опасался возмутить радость настоящего праздника, то горько восплакал бы, вспомнив это извлечение, потому что вспомнил и о собственных грехах. Но так как я не хочу нарушать веселье настоящего праздника, то здесь окончу речь, оставив вас живое памятование о том дне, чтобы не богатый не радовался богатстве своем, не бедный не считал себя несчастным по причине бедности своей, но каждый поступал так или иначе, смотря по тому, что сознает он за собою. Ни богатство не делает блаженным, ни бедность несчастным, но кто удостоится восхищения на облаках, тот блажен и преблажен, хотя бы он был беднее всех, равно как и лишившись от того несчастен и пренесчастен, хотя бы он был богаче всех. Говорю это для того, чтобы мы, пребывающие во грехах, оплакивали самих себя, а все живущие в добрых подвигах ободрялись, и не только ободрялись, но имели твердую уверенность. Впрочем, и первые должны не только плакать, но и исправлять себя, так как и порочь не может оставив пороки обратиться к добродетели и сравняться с теми, которые от начала провождали добродетельную жизнь, а об этом и мы будем стараться. Те, которые сознают себя добродетельными, пусть пребывают в благочести, постоянно умножая это благое приобретение и увеличивая прежнее дерзновение, а не имеющие дерзновение, сознающие за собой много грехов. Будем исправляться, дабы и нам достигнуть до их дерзновения, и всем вместе единодушно сподобающие славой встретить царя ангелов и сподобиться блаженной радости во Христе Иисусе Господе наш, которому слава и держава с Отцом и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.